Здравствуйте! С вами снова Наталья Самаленко. Мы с вами находимся в парке Зарядье. В парке, который в свое время наделал много шуму, и о нем не пристает говорить. Кто-то им восхищается, кто-то говорит, что все ужасно. Не знаю кому как, а мне здесь нравится. Мы несколько дней назад вместе с обзорной экскурсией по Москве буквально пробегали по парку, и появилось желание сюда вернуться и более все подробно посмотреть. Мы приехали рано, мы надеялись, что здесь вообще никого не будет. Сейчас 8 утра, и на самом деле очень много туристов, гуляющих по парку. Давайте погуляем вместе! В отличие от стеснительных москвичей, гости города оказались гораздо более доброжелательными. Я хочу представить Наталью, которая приехала в Сибирь. У нас еще на самом деле идет снег, и у нас очень холодно. А тут солнечная, прекрасная погода. Мне очень повезло, что такая тут погода, потому что есть возможность погреться на солнышке. Повезло познакомиться с Натальей из Питера, с Викторией, которая ведет видеосъемку. Очень доброжелательные девчонки. И хочу сказать о своих впечатлениях. Очень красиво, очень много красивых мест. Красивая зеленая травка, зеленые листочки, красивые цветы в парке Зарядье. Мне там очень понравилось. В следующий раз, когда прилечу к вам в Москву, точнее не к вам, а в Москву, то обязательно посещу данный парк. Спасибо за внимание! Ну, этот участок, видимо, изображает тундру. Мы видим карликовые березы Беталунама, седумы, камнеломки, эсколки. Целое море. И снова здравствуйте! Нам удалось поговорить, уговорить, поговорить с сотрудником Зарядье. И у меня, на самом деле, я думаю, как и у всех, есть ряд вопросов. На самом деле, первый вопрос, чей это проект, потому что, ну, действительно, парк на меня произвела очень большое впечатление. Здесь я не лукавлю, чей это проект и сколько времени ушло на его воплощение. Значит, начнем с самого начала. Решение сделать на территории вообще парк, в принципе, принял президент. Это решение нашего президента. Кураторство архитектурной концепции, кураторство всех конкурсов, которые проводились перед этим проектом, взял на себя главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По результатам конкурсов была выбрана архитектурная концепция международного консорциума, дилер Скорфидио и Рентро. Была разработана полная-полная, подробная, очень подробная концепция, на основании которой была разработана проектная документация московской компании «Мосэджпроект». Строительство ввелось тоже компанией «Мосэджпроект». А по времени сколько это заняло? Само строительство ввелось с 15-го года и в этот момент открытия. То есть получается около трех лет? Да. Все-таки, наверное, двух. Это говорят, что у нас долгостроит. И все обычно очень долго строится. к вопросу. Скажу так, если так, как нас интересует в первую очередь насаждение, то первые крупномеры были выслужены в парке в зимний период 16-18-го года. Ну, то есть совсем недавно? Да. Вот для растений это буквально вчера. Если мы говорим про растения, то, в общем-то, растения действительно высадили недавно. А общее количество крупномеров и, допустим, и многолетников. Потому что то, что поразило, такое ощущение, как будто у вас просто ковры. Вы как рулонные газоны многолетники раскатывали. Это так и есть. Около миллиона растений высажено. Из них примерно 800 древесных, 7 тысяч постарников. И все остальное, это действительно многолетники. Это действительно как бы впечатляюще. А были первые отзывы от жителей? Да. Вы знаете, парк популярен не только у туристов, гостей города. Хотя у них он тоже безмерно популярен. К нам едут просто с вокзала с чемоданами. Посмотреть парк. Ну и популярен у жителей центрального округа. У нас есть обращения от мам, которые просят добавить им еще детского оборудования. Есть обращения от бабушек, которые ходят, например, к нам в оранжерию и повторно это на четвергам. Будут рамы на бесплатные экскурсии с удовольствием. И говорят, так здорово, подружек приводят регулярно. То есть это стал одним из объектов инфраструктуры, который так гармонично влился в городскую среду. И стал востребованным у всех категорий граждан. Планируется, то есть вот мы гуляем сейчас по парку, да, и рядом с посадками у нас небольшое ограждение. То есть я понимаю, что пока растения приживаются. Когда-нибудь планируется их убрать? Или нагрузка на парк будет такая большая, что лучше их не убирать никогда? Разработчиками архитектурной концепции пока принято решение, что растения с ограждениями должны прожить полных два годичных цикла. Дальше будет смотреться по ситуации. А аналоги где-нибудь есть в парку? Нью-Йорк, Хайлайн. Ну, в общем-то, видимо, Москва с Нью-Йорком, города по-братиму. Да-да-да. Ну, по крайней мере, разработчики Нью-Йорка, Нью-Йорк, Хайлайн – это те же самые разработчики, что разработчики нашей архитектурной концепции. Здорово. А если бы сейчас можно было что-то поменять в проекте, что-нибудь поменяли бы? Ну, вот не понравилось. Ну, я даже вам не могу сказать, что бы это было. Потому что это такой опыт неоценимый для города. Пространство безбарьерного, это же свидация безбарьерная. Тут нету даже бортового камня, который привычен для нашего города. Здесь его вообще нету. Это первый опыт устройства безбарьерной природной территории в городе с большой рекреационной нагрузкой. И говорить о том, что бы я что-то на этом этапе поменяла, это, я считаю, рано. Я действительно хочу, как говорят разработчики концепции, чтобы прошло два полных цикла, два сезона этих растений. Хочу выследить эту ситуацию своими глазами. И, возможно, после двух сезонов, прошедших двух сезонов, сложится какое-то мнение, наверное. А сейчас, на данный момент, у меня все устраивает. Ну, здорово. То есть, а насколько вы плотно придерживались проекта, когда делали? Очень. Сто процентное. Почти. Проекта сто процентно придерживались. Постоянно курировали американские разработчики. Вот архитектурные концепции. Они регулярно приезжали на стройку. Мол, слышь, проект со всеми своими архитекторами тоже просто постоянно. И дендрологи отечественные, которые разрабатывали ассортимент к этой концепции, да? Это сотрудники ботанических садов МГУ и ГБС. Они также откурировали это все прям вот до самого момента открытия. И даже приходя уже потом в сентябре к ПАК, я от них слышала такую версию, ну да, экология уже начала складываться. То есть даже они довольны разработчики вот этой дендрологии, которые как бы изначально переживали, скажем так. Ну, придя в сентябре, от них уже я услышала мнение о том, что да, экология начала складываться. И, например, участками с насаждениями там березовые рощи, они вообще довольны. Они говорят, что там даже дикорастущие виды, которые начали прорастать, это те самые дикорастущие виды, которые должны расти на почвенном покрове, если бы это была действительно березовая роща. Сколько людей обслуживает парк? Учреждение, обслуживающее парк в штате, постоянно содержит 25 сотрудников. Также у них есть механизированная техника, техника малой механизации, которая обслуживает парк. И, в принципе, этого количества персонала, его достаточно. Площадь парка на самом деле небольшая. Он, конечно, очень грамотно спроектирован с открывающимися видами на городские пространства, поэтому он кажется масштабным. На самом деле, всего 10 гектар. Как вы понимаете, для центра города 10 гектаров – это достаточно небольшой объект. Рекреационная нагрузка большая. В дни города насчитывалось до 120 тысяч. А всегда было интересно, а как считают людей? Вот, говорят, на демонстрации было 3 тысячи человек. В парке было там 100 тысяч. Каким образом? Вы же билеты не потаёте. Устанавливаются антитеррористические рамки. И в этих антитеррористических рамках есть счётчики. Потому что всегда было очень интересно, как люди знают, сколько людей прошло. Если я понимаю по билетикам, а без билетиков это сложно. Парк Заряди – это не только зелёное пространство, которое мы сверху с вами видим. Тут ещё очень огромная пищу, стура. Под землёй спрятано. Мы с вами сейчас находимся в оранжереи, в которой все растения, например, растут без грунта. Они на системе, на аэропонике растут. Это оранжерея круглогодичная зимой. То есть, когда жителям хочется посмотреть на что-то, чтобы глаз порадовался на радостную зелень, они к нам приходят. А ещё по соседству с нами ледяная пещера. Кстати, что это такое? Это арт-объект со сложной структурой художественно изогнутых трубок, по которым течёт хладагент. И там наморожено большое количество льда. И всё это представляет собой такую красивую ледяную пещеру. То есть, это настоящее получается? Да, настоящее пещере. Я думала, что-то вроде там, я не знаю, пластика там. Нет, нет, это настоящий лёд. Чтобы зайти туда, накидывают плед, одевают шапку. Также по соседству с нами есть медиатентр, в котором есть 3D-современные мультимедийные аттракционы. Полёт над Москвой, машина времени. Когда строился парк, велись раскопки. Все артефакты, полученные при раскопках, хранятся в нашем музее «Зарядье». У нас есть прекрасный интерактивный музей «Зарядье», в котором даже есть кусок китайской стены белокаменный. Очень красивый, большой, настоящий. Скоро может дать в этом году открытие большого концертного зала. То есть, также есть пафе, рестораны на территории. И большой парк, где-то сошлое мстительно на 400 машин и медиа. А если все теперь будут ездить в «Зарядье», и в итоге все жители и гости города, которые в парк Горького, переместятся в «Зарядье», они исправились? Они не переместятся в «Зарядье». Важно же предлагать посетителям сценарии. То есть, такое количество сценарий на этой территории, что всем будет чем заняться и где разместиться. Не обязательно всем там сидеть на нашем большом лугу. Есть куда пойти, есть чем занять детей. Есть пять лабораторий. Экология, биология, микробиология. И это семь дней. Семь дней в неделю. Да, да, да. Есть кружки, кружковая деятельность есть большая. Мы с вами вот находимся в заповедном посольстве. Это научно-познавательный центр такой, ну, серьезный. Есть хорошее оборудование. Дети инвитро растения размножают. То есть, тут есть куда податься, не только наверху. И, конечно, мы не конкуренция с парком Горького. Мы с ними в одной структуре находимся. И у каждого парка свои мероприятия. Наверное, для каждого москвича есть свой любимый уголок в городе, в который он любит ходить. И у нас также появились свои посетители, которые любят ходить именно так. Я думаю, что, ну, во-первых, я очень жалею, что рядом с нами нет такого парка. Я надеюсь, что в Петербурге что-нибудь подобное появится. А во-вторых, да, наверное, я буду в числе тех людей, которые с вокзала с чемодана будут приезжать к вам. Приезжайте. Будем очень рады. Спасибо огромное. Нет, что ли. Действительно.